Приветствую вас! Ну что ж, если вспомнили 7 ноября, историческое видео. Да, да, жилы в те времена, когда 7 ноября это был красный день календаря. И 8 тоже. Народ праздновал! Ой, как праздновал? Нет, спорить не буду. Детям, конечно, парады нравились, это точно. Взрослые матюкались, но приходилось ходить, но разнарядка была. Ну, если кто работал там на заводе или в НИИ, наверное, знает, что была разнарядка, надо идти. Да, действительно, было хорошо, если у вас небольшой город и большой коллектив. Тогда как бы выделяли старших. Естественно, в Киеве все не ходили. Тоже там были колонны от определенных. Мало того, даже на трибуну были пропуска. Ну, все в порядке. Да, да, да. Но, действительно, была разнарядка ходить. Я много раз рассказывал, еще раз повторю. Смотрите. Ну, как вам так объяснить? Да поймите, ну, ЦК знали, что люди относятся к 7 ноября, как к какой-то... По этой причине, чтобы как бы задобрить, всегда на 7 ноября шло грозное письмо. Ребята, очень грозное. Если, не дай Боже, начальник, руса или общепита не выполнил бы это письмо, все, на который бы деньги в шею выгнали. Что за письмо? Организовать уличную торговлю. Лоточную, надо так называть. И по этой причине, действительно, торговля работала. Была приказана. Были случаи, когда на 7 ноября, не знаю, почему-то шел дождь. Или снег. Но, честное слово, бабульки говорили, это Бозя наказывает. Да, серьезно? Говорили, это Бог их от Тихлиста наказывает. Ну, такие случаи были. Торговля, железно. Ну, железно торгует. Пиво! Пиво, пиво. Ой, Боже, как народ пивал. Обсекал все, что так можно. Боже, Боже, что такое. Водочка! Ну, как же без водочки, да. Да, причем, что вы правильно поняли, все же понимали, что народ будет пьянствовать. По этой причине, завозили много. И вот эта знаменитая Золотая осень. Сейчас я вообще не знаю, Золотую осень продают. Вино Золотая осень. Зоси называли. Я не знаю, вообще, с чего его делали. Честно говоря, может, вы знаете. Это что-то такое странное. И действительно, привозили много пива, водочки, вина дешевого. И действительно, была такая практика, когда, ну, это уже с заводом. Ну, смотрите. Вы отправляете человеком демонстрацию. Вы понимаете, что он не хочет. Ну, понятно, что надо же как-то простимулировать. И говоришь, значит так. В честь седьмого праздника мы вам премию выписываем. Но премию гад получишь на демонстрации. Нет, ну, серьезно, выдавали. Нет, премия небольшая, 10 рублей. Ну, 10 рублей, 50, а ты что? Сколько водки, пива можно купить. И действительно, мужички приходили. Особенно, если еще дождь прохладненько, они по-друге там согревались. Потом, после демонстрации получили. И поп-по! Некоторые на бровях приболзали. Страшно. Нет, действительно, 10 рублей можно было ужираться. Но разные шоколики. Вот насчет, что продавали. Вот тут как раз, когда были выборы, там больше выбора было. А вот эта лоточная торговля, она больше была рассчитана на водку и закуси. Да, бывали случаи. Бывали случаи, что на этой лоточной торговле выкидывали какой-то дефицит. Ну, например, твердый сыр. Я не говорю, какой сорт. В Советском Союзе не было сортов. Твердый сыр был один. Или он есть, или его нет. Все. Это сейчас уходит. Я это сыр не хочет. Бывало, выбрасывали в такую колбаску. Бывало, бывало. Спорить не буду. Действительно. По госцене. Это классно. Очереди были. Тоже была ситуация. Люди на австралии идут. Народ, ну, гонцово послали, говорите. Постоите, потом мы сейчас пройдем, до вас пробежим. Ну, вот такая ситуация. Ну, чтобы правильно. Потому что вот такая система поставить человека в очередь. Или, к примеру, ребенка поставили. Сейчас мы пройдем. Потом ты постой здесь. Мы подбежим. Очередь еще не дойдет. Купим. Да, такое было. Бывали случаи, что продавали, ну, тоже же, или майонез, или горошек. Новый год скоро. И действительно, ну, а как же вы, Оливье, будете без этого делать? О, выбросили. Побежали. Хотя тоже, ну, такая ситуация. Понятное дело, бывали, бывали случаи, действительно, когда какие-то импортные продукты продавали. Ну, имеется в виду венгерские, бывали, вот это вот лечо и так дальше. О, знаете, как повезло. Пошел, это самое, лечо купил. Боже мой. Счастье полные штаны. Устаться можно. Восторг, что ты купил импортный бал. Ах, это же Советский Советский Советский. О, боже, это ужас. Но, больше всего, конечно, так как была водочка, закус. Закус, да, я понимаю, сейчас вы скажете, что это ненормально? Нет, нормально. Беляши, беляши, святые, святые, пирожки такие. Ну, вы же понимаете, такие, там не совсем фарш, там что с такой наподобие. А, котлеты, котлеты, нет, котлеты с хлебом, ну, хлеб с хлебом. Ну, котлеты, ну, очень много в котлету закидывали хлеба. Ну, для закуси подходило. Плавленные сырки, ой-ой-ой, это светло, светло, плавленные сырки. Там какая-то тарань, пересохшая селедка, что не будет. Ну, нормально. Но, понимаете-ка, ситуация. Люди относились к этому празднику, ну, так, лирически. То, что там на Тримуде говорят, а это эти черты бабушки. И то, что там красные знамена, даже если бы знамена были фиолетовые, это нормально. Вот, если бы на демонстрации сказали, надо нести знамена ЛЭДБДР, то нанесли бы красный. Это было всем глубоко наплевать, понимаете. Название, все, это роли никакой абсолютно не играли. Ну, логика была следующая. Да, пушиты будут? Будут. О, 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 пошли праздник. Да. И действительно, вот такая вот ситуация была. Ну, шоу. Шоу. Людям время-время шоу надо. Такое шоу было. Радует одно, что молодые люди даже сейчас не смогут вспомнить, что такое 7 ноября. Очень хорошо. Ну, и, конечно, не смогут объяснить этот анекдот, как же так. Революция называлась Октябрьской. А праздновали в ноябре. Почему? Так, конечно, я знаю почему. Ну, почему? Это же бред. Ну, как же так? Революция Октябрьская празднуется в ноябре. Что-то и все падает. Да, была такая глупость. Была, была. Слава Богу, что и нет. Слава Богу.